Добрый вечер! В эфире новости Дагестана. В студии Махач Курбанов. И начинаем выпуск с короткого анонса о наиболее важных событиях. Глава в главрыбе Сергей Меликов посетил туристический фестиваль в Казбековском районе. Подробности через минуту. Дагестан без мусора. Минприроды делает смелые заявления на встрече с журналистами. Про новую схему по работе с отходами расскажем в выпуске. Детские рисунки и даже инклюзивный мастер-класс. В Музее истории города Махачкалы проходит благотворительная выставка особенных детей и солнечных художников. У кого кофе вкуснее? В Махачкале пройдет фестиваль, который соберет лучших бариста. Национальные песни, розыгрыши и фейерверки. В Казбековском районе торжественно завершился трехдневный фестиваль «Главфест», посвященный открытию туристического сезона 2022. Масштабное мероприятие посетил и глава республики. Подробности у Патима Атханаповой. Заключительный день фестиваля совпал с Днем защиты детей. Им и было уделено особое внимание. Веселые аниматоры, персонажи из любимых мультиков развлекали ребятишек на протяжении всего дня. Поехали! Скажите, что вам больше всего понравилось? Нам больше всего понравилось так, как развлекают детей. Сегодня здесь все бесплатно. Здесь питание. Дети могут посетить любой уголочек этого прекрасного места. Все, буквально все очень хорошо, очень красиво все проходит. Это очень благородная и красивая миссия сегодня здесь проходит. Это наши дети подопечные, круглые сироты и сирийские дети сегодня. У нас 15 человек. Все очень замечательно. Нам, детям понравилось. Да, очень. Вот спросите. Давай, давай. Как вам праздник? Хорошо. Развлекали не только детей, но и взрослых. На новой сцене туристического комплекса «Главрыба» выступали звезды дагестанской эстрады. Звучали песни на самых разных языках. Вечер был посвящен национальной музыке. Концерт для присутствующих стал настоящим праздником. У сцены быстро собралось много зрителей. Они пели и танцевали вместе с артистами. Прекрасная концертная программа. Мы врачи, приехали отдыхать и очень довольны. У нас в Дагестане тоже налаживаются туристические объекты. И наш главсулак – это просто бомба. Итоговый день фестиваля посетили и представители власти. Глава Дагестана Сергей Меликова смотрел туркомплекс, поздравил детей. С праздником их благодарил руководство главрыбы за организацию фестиваля. Хочу, чтобы сегодняшний день запомнился для вас. А сделать его для вас запоминающимся, помог наш депутат Государственной Думы, наш генерал Аблухаим Квудинович. Человек, который сегодня является хозяином этого мероприятия, вместе со всеми сотрудниками этого замечательного комплекса, который создан как раз для детей и для их родителей – это Аблухаим Квудинович Гаджиев. Спасибо ему большое. Завершился вечер розыгрышами призов и красочным фейерверком. Фестиваль «Главфест», приуроченный к открытию туристического сезона, получился запоминающимся. Его посетили более тысячи людей, среди которых были как дагестанцы, так и приезжие туристы. Сегодня Казбековский район и в лице главы Рыбии, в целом акватории всего Сувакского каньона, он становится одной из привлекательных точек притяжения не только республики Дагестан, но и по всей стране. У нас потенциал имеется. Патиман Ханнапова, Нурмагамид Магомедов, Новости ННТ, Казбековский район. Глава Дагестана не ограничил свой рабочий визит в Казбековский район только посещением фестиваля. Сергей Меликов побывал и на других туристических объектах, расположенных на территории муниципалитета. Там, вблизи села Новозубутли, прошло торжественное открытие новой локации – НОХО. Комплекс представляет собой три пещеры. Общая длина лабиринтов – несколько сотен метров. Главным экстремальным развлечением комплекса является зиплайн, тарзанка и тропа скалолазов. Кроме того, руководитель республики провел на базе комплекса «Главрыба» встречу с представителями туриндустрии. Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Предприниматели смогли задать Сергею Меликову все волнующие их вопросы. До 2025 года в Дагестане не останется мусора. Перерабатываться будет все. Такое смелое заявление сделал министр природных ресурсов и экологии Дагестана «Ибрагим Ибрагимов» на встрече с представителями СМИ на площадке Риадагестан. Пресс-конференцию приурочили к открытию туристического сезона и предстоящему Дню охраны окружающей среды. Проектная документация будет готова к концу текущего года, а потратить на все необходимо около 12 миллиардов рублей. Уже к началу 2025 года ультрасовременные мусороперерабатывающие заводы и полигоны для отходов заработают в 36 горных районах, а также в нескольких городах Дагестана. Для этого республику разделили на три зоны – центральную, южную и северную. Каждая из этих зон будет запланировано построить по одному крупному мусоросортировочному комплексу и по одному полигону по захоронению тех отходов, которые останутся после того, как будет переработан и рассортирован весь мусор. То есть у нас вот эти три мусорных полигона, они будут не то, что мы себе представляем, что такое мусорная свалка. Там не будет ни бумаги, ни леса строительного, там не будет пластика, там не будет кирпича отходов и так далее. Там будет чисто так называемые у специалистов, которые занимаются мусоропереработкой, хвосты и биологические отходы, которые у нас от всех наших кухонь и столовых, которые уходят. У нас один завод будет в Хасавюрте, и там же будет полигон. Другой завод будет в Кунтер-Калинском районе, а полигон будет в центральной зоне, в районе Акарт-Москалы, дальше, где Новая Урода, в этом месте. И третий в Южном регионе такой же полигон и мусоросортировочный комплекс будет на границе Дербенского и Таласаранского района. В 36 районах предусмотрено, особенно это горные районы, предусмотрено строительство 38 станций по перегрузке мусора. Получить бесплатную медицинскую помощь, лекарства, сменить участкового врача. Об этих и других правах владельцев полисов обязательного медицинского страхования в аэропорту Махачкалы рассказали представители регионального ФОМСа. Сотрудникам транспортного предприятия раздали информационные буклеты, разъяснили их права в получении медпомощи и ответили на интересующие вопросы. Впрочем, как и во всех организациях, куда мы приходим, являются вопросы получения качественной медицинской помощи. То есть это те вопросы маркетизации, прикрепления к поликлинике, получения стационарной медицинской помощи. Вопросы лекарственного обеспечения, они всегда актуальны, в том числе отдельных категорий граждан, это инвалиды всех категорий, которые имеют право на получение набора социальных услуг в рамках программы ДЛО. И, соответственно, лекарственное обеспечение в условиях стационара. То есть, когда мы заболеваем, лежим в стационаре, какие лекарства нам должны быть обеспечены полисом обязательного медицинского страхования. Представитель территориального ФОМСа отметила, что по любым вопросам в получении медпомощи, в том числе при ущемлении прав держателя полиса, можно бесплатно позвонить по номеру единого контакт-центра, который работает круглосуточно. Очень большая. Кто-то пришел с братьями и сестрами, они с большим удовольствием творили, рисовали, используя восковые мелки, карандаши, воздушный пластилин. И после мастер-класса мы эти работы тоже поместили в пространство выставки, и они вот стали таким хорошим дополнением этой выставки. Представленные рисунки можно не только посмотреть, но и приобрести. Все собранные средства будут направлены на поддержку особенных детей. Выставка продлится до 6 июня включительно. Лучший авторский напиток выберут в Махачкале. Чемпионат Бориста Северного Кавказа пройдет на этих выходных в столице. 4, 5, 6 июня с 9 утра до 9 вечера. Жители и гостей города ждет зрелищная борьба профессиональных кофеварщиков. В течение всех дней на Центральной площади также пройдет концерт и мастер-классы для детей и взрослых. Будут организованы шатры с продукцией местных кофеваров и просмотр кинофильмов на большом экране. Инициатором проведения мероприятия стала администрация города. Поводом, как пояснили в мэрии, стал тот факт, что терпкий напиток в последнее время приобрел популярность среди махачкалинцев. Только за последние два года в столице региона открылось порядка 300 кофеин. Сегодня их уже свыше 400. Горец из Гидатля. Патриот и народный политик. Таким помнят Сураката Асиатилова. Все, кто его знал. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошло мероприятие, посвященное 90-летию общественно-политического деятеля, доктора исторических наук и абсолютного чемпиона СССР по самбо и борьбе. Выступавшие на вечере историки, религиозные деятели и представители научной интеллигенции говорили о личных качествах и достижениях Сураката Асиатилова. Его отличала активная гражданская позиция, любовь к родному краю и умение разрешать конфликты. Асиатилов автор более 50 научных работ, посвященных профилактике экстремизма и терроризма. Сегодня, тоже точно так же, как и в те далекие 90-е годы, нелегкая ситуация, не только у нас в Дагестане, но и во всей нашей родине России. И сегодня мы очень нуждаемся в его слове. Но, к сожалению, его сейчас с нами нет. Но в нашей памяти он останется тем мужественным горцем, который мог сказать свое слово и обозначить место каждому. Слава и честь его. Вечная память. Как только пал занавес, как только религия получила настоящую свободу, он четко обозначил свою позицию и встал на путь поддержки ислама, поддержки духовенства. И он был, можно сказать, настоящей опорой во всех вопросах, которые касались взаимоотношений с властью. Благодаря ему были открыты ни одно медресе, ни одна территория для будущей мечети. То есть во всем отношении он полностью посвятил все свои ресурсы, весь свой потенциал поддержки духовенства. Около тысячи детей из Махачкалы стали участниками спортивно-массового фестиваля. Показательные выступления прошли на стадионе спортшколы Минобранауки. Одновременно свои навыки показывали юные футболисты, каратисты и тхэквондисты, а также любители волейбола, шахмат и стрельбы из лука. Мероприятие посвятили Международному дню защиты детей. С этим праздником спортсменов поздравили госсекретарь Республики Магомед Султан Магомедов и министр образования и науки Яхья Бучаев. Гости подготовили подарки для юных спортсменов, а также наградили отличившихся и спортшколу как лауреата конкурса на лучшую спортивную организацию. Здесь же для детей организовали и выступления представителей Центра кинологической службы МВД, которые провели мастер-класс по задержанию предполагаемого нарушителя. Желаем вам оставаться такими же веселыми, жизнерадостными, счастливыми. Несите эту вашу энергию, свет, дальше вот так по жизни. Мы, ваши взрослые педагоги, наставники, постараемся создать все условия для того, чтобы ваше детство было беззаботным, счастливым. Это все к этому часу. Смотрите новости нашего телеканала также в соцсетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok